МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как горели тонны химических веществ. Утром в Казани вспыхнуло производство красок. Провалилось сквозь землю. Может быть, перенапряжение какое-то было, устал с металла. В трубе очень много лет. Размытая из-за коммунальной аварии дорога не выдержала веса иномарки. А также поездка неадекватного водителя по дворам. Мужчина протаранил больше десятка машин, сбил человека и пытался скрыться. Это и не только прямо сейчас. 32-летний рабочий пострадал в результате крупного пожара на улице Автосервисная. Сегодня утром на территории бывшего завода ЖБИ-3 загорелись 12 емкостей с химическим составом. Эту территорию арендует частная ферма, занимающаяся производством красок. Горели как раз их компоненты. Учитывая сложность обстановки и опасность взрыва, спасатели объявили четвертый повышенный номер вызова. На месте происшествия был Айрат Назипов. Густой черный дым растянулся на несколько километров и был виден едва ли не во всех районах города. Сообщение о пожаре на территории бывшего завода ЖБИ-3 поступило на пульт единой диспетчерской службы 112.5.9 утра. На место происшествия выехали все экстренные службы города. На данный момент спасатели заливают пеной, емкостью, жидкостью. Объявлен четвертый номер вызова. Несмотря на это, эвакуация не проводилась. Услышав мощные хлопки, местные жители самостоятельно покидали дома, предварительно забрав документы и ценные вещи. Мария Змудина живет здесь с рождения. Все, что производит на этой территории, последние полтора года, говорит, вызывает у нее одни беспокойства. У нас апокалипсис каждую неделю. Вот честно. То воды нет, то света по пять суток нет. Сейчас вот этот вот, как говорится, взрыв, пожар случился. У нас вот здесь тоже топливные коллекторы. Тоже стоят уже сколько лет. Мы живем как на пороховой бочке. Мы не знаем, где, что, когда случится. Как рассказали местные жители, около двух лет назад помещение завода арендовало частное предприятие. Такому соседству люди были не рады. Там химию какую-то делают. Потому что в 80-кубовой бочке проезжают бензовозы наподобие. Они сливают какую-то химию. Дышать было нечем. В город писали, писали администрации. Толку ни хрена не было. Прямо у подножия поселка Мустотряд-3, где примерно 50-60 семей. Тут открыли вот этот лакокрасочный, видимо, какой-то цех. Потому что очень пахло сильно пропаном, газом. Мы этим дышали уже довольно-таки давно. По предварительной версии на территории бывшего завода производили краску. На предприятии имелось порядка 300 кубометров горючей жидкости. Полыхали как минимум 12 из них. Это ацетон, изобутунал и тлуол. Наверняка это нарушение возможной технологического процесса. Возможное растекание. Возможное неосторожное обращение с огнем. Разные вещи будут прорабатываться, изучаться. Пожар был потушен в 9 часов 41 минуту. В результате инцидента пострадал 32-летний работник частного предприятия. Мужчина был госпитализирован с ожогами голени и спины. Айрат Назипов Константин Бушуев. Вызов 112. Вытащили из огня мужчину, который уже задыхался от едких продуктов горения. Сотрудники патрульно-постовой службы, получив информацию о пожаре в частном доме на 2-м Ноксинском переулке, направились туда для оказания возможной помощи. Оказалось, что прибыли вовремя. Ни скорые, ни пожарные к этому времени доехать не успели. А из окна горящего второго этажа доносились хрипы человека. Увидели в окне пламя, которое выходило из окна, разбито окно. И услышали там голос, хрип, крик. Значит, поднялись по лестнице на второй этаж, открыли дверь. Увидели на полу мужчину, лет 30-35, лежащего на полу, который кашлял. Был уже раздетый, после чего мы взяли его, за руки взял его, поднял. Вытащил на лестницу, после чего с напарником вдвоем мы его спустили вниз. По прибытии скорой помощи вложили туда. В прямом смысле сквозь землю провалилась машина на улице Карбышева. По этому участку дороги проехали несколько машин, но шедшую следом иномарку асфальт выдержать уже не смог. Почему, стало ясно сразу. Провал был заполнен водой. Причем и коммунальной аварией в соответствующие службы жители ближайших домов сообщали еще несколько дней назад. Но, как уверяют, реакции не было. Нафиса Минязова увидела последствия. Может быть, перенапряжение какое-то было, устал с металла. Трубе очень много лет. Рядом с провалившимся в асфальт автомобилем собралось много народу и очевидцев. И все сходились в одном. Прорвало трубу под землей. Вода размыла грунт, и асфальт не выдержал вес машины. При этом жители соседних домов говорят, что о коммунальной проблеме аварийным службам уже сообщали. По словам потерпевшей стороны, девушка, проживающая вот в этом доме, еще неделю назад обращалась в аварийные службы и сообщала о том, что на данном участке дороги образовался прорыв воды. Однако аварийные службы на тот момент ей ответили отказом и сказали, что это не их проблемы. И вот даже сейчас, уже на протяжении трех часов, девушка ищет, кто бы ей смог помочь. Однако все службы разводят руками. Поэтому жители дома уверенно заявляют, беды бы не случилось, если бы службы отреагировали вовремя. Как обычно ехал и подо мной провалился. Автоледи рассказала, что ехала домой по улице Карвышева. Перед тем, как ее автомобиль провалился, перед ней спокойно проехали этот участок дороги еще две машины. Но Регине Горянской, водителю иномарки, этого сделать не удалось. Ее транспорт постепенно стал уходить под землю. Выбраться из машины ей помогли очевидцы. Они же и удерживали автомобиль до приезда аварийной службы, чтобы тот полностью не ушел под асфальт. Водоканал не собирать, переживать, потому что вода идет к РКБ. Вытащить автомобиль из ловушки было непросто. При попытках выдернуть машину она проваливалась еще глубже. Взыскивать ущерб Автоледи, видимо, предстоит через суд. Ее осталось только понять, с кого. На Фесса Минязова, Адель Малахметов, вызов 112. Протаранил десяток автомобилей, задел женщину, гуляющую с ребенком, и пытался скрыться с места происшествия. В набережных Челнах неадекватный водитель Hyundai Creta ездил по дворам, не обращая внимания на препятствия. Его задержали очевидцы и передали в руки автоинспекторов. Альбина Минибаева увидела, в каком состоянии находился мужчина. По словам очевидцев, белый кроссовер был припаркован напротив дома 5904. Из второго подъезда вышел мужчина, он еле стоял на ногах, потом сел в машину и поехал. Ехал он не лучше, чем ходил. Подтверждение тому в съемке очевидцев этой поездки. Уходите, уходите отсюда, уходите. Гуляющие в это время во дворе дети рассказали, что неадекватный водитель чуть не сбил женщину с ребенком. Она успела оттолкнуть коляску, автомобиль задел только ее. Ехал и прям начал вот так вот полностью. И прям там женщина еще с ребенком была. Женщина, она упала. Она прямо вся дрожала, у нее задняя часть была грязная. Число протараненных им автомобилей пока разнится по предварительным данным от 12 до 15. Их владельцы сейчас подсчитывают предварительный ущерб. При этом сильно сомневаются, что виновник сможет возместить убытки и уже намерены обращаться в суд. Похоже на комаз, что ли. Вроде бы пьяный, посадили туда. Как машина у вас сильно пострадала? 1200. Я не думала, что она аж попала, просто пришла, а уж посмотрю. Но самого предполагаемого виновника все это ничуть не волновало. Он спокойно спал в патрульной машине ГИБДД. Откуда вы ехали, расскажите. Да, оттуда и туда. 40-летний мужчина, житель Елабуги, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Теперь, вероятно, ему грозит лишение прав, штраф и возмещение ущерба за разбитые им автомобили. Сейчас мужчина задержан. Полицейские выясняют причину его опасной езды. Альбина Минебаева, Елена Камалова, Сергей Вильданов. Вызов 112. Подозреваемый в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки в лифте одного из казанских домов установлен и задержан. Напомним, 8 мая возвращавшаяся из школы девочка зашла в лифт. За ней забежал мужчина. Именно там он и начал совершать развратные действия. Школьница испугалась и начала звать на помощь. После чего злоумышленник скрылся. Камеры видеонаблюдения запечатлели лицо человека, подозреваемого в совершении этого преступления. Полицейские в течение трех дней изучали записи с уличных камер видеонаблюдения. В том числе и близлежащих районов города. Опросили десятки возможных свидетелей произошедшего. В результате усиленного комплекса оперативно-розыскных мероприятий были установлены маршруты передвижения предполагаемого преступника и его место проживания. Им оказался 29-летний местный житель. Но мужчина полицейских опередил и сам пришел в следственный комитет. Потерпевшая узнала в нем своего обидчика. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Она предусматривает до 8 лет лишения свободы. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова